всем привет мои дорогие подписчики гости моего канала с вами как всегда марина канал taru diamond dream предлагаю вам традиционный ежедневный расклад карта дня будем рассматривать 16 марта 2020 года и будем смотреть какие энергии дня принесет 16 марта в нашу жизнь давайте договоримся с вами что программировать на себя конечно же не будем и должны понимать что это просто подсказки от вселенной нам как лучше себя повести для того чтобы события этого дня лучше всего скомпоновались и лучше всего как пазлики сложились для наилучшего результата и так использовать будут две колоды это колода двусторонний таро и колода универсальный ключ таро как подсказки какой энергии можно каких действий энергии можно добавить ваш день для того чтобы он прошел наиболее успешно и наоборот чего стоит опасаться ну чего не стоит делать лучше не стоит делать итак выбирайте свой вариант один два три четыре выбирайте по номеру либо по цвету сердечко чем определяетесь быстро не нужно долго думать до тех пор пока я уже выложу сейчас карты поскольку это двусторонние таро здесь картинка с двух сторон карты уже должны определиться определяйтесь прямо сейчас если нужно время поставьте видео на паузу я начинаю выкладывать карты и так 16 марта 2020 года вариант номер один вариант номер два вариант номер три вариант номер четыре интересный какой у нас расклад сегодня получился смотрите 4 из четырех карт три старших аркана такой день довольно важный для нас для всех по всей видимости немножко отвожу вот так и давайте выложим еще карты чем можно усилить энергетику дня и чего лучше избегать вариант номер один как усилить энергетику дня чего лучше избегать вариант номер два как усилить энергетику дня положительную имеется ввиду энергетику дня и чего избегать лучше и вариант номер четыре как усилить положительную энергетику дня либо трансформировать не очень положительную положительно позитивно и так вы уже давно должны были определиться со своим номером Поэтому я начинаю. Вариант номер один. Так, плохо берется, но возьмем так. Вариант номер один. Аркан Император. Что нужно сделать для того, чтобы более положительно складывались события вашего дня, и чего делать не нужно. Император. Очень сильный, хороший такой Аркан. Позитивный, очень позитивный Аркан, который говорит о том, что сегодня вы, безусловно, сильные и морально, и физически, и вообще, в принципе, оказываете влияние на людей, легко и просто, и на любую ситуацию в вашей жизни. Но также этот Аркан может говорить о том, что вы можете сегодня быть несколько твердолобым, каким-то упрямым. Можете не идти на компромисс. Вот имейте в виду, это как предупреждение вам идет. Поэтому, если такие качества будут проявляться в вас самом, то подумайте, стоит ли вообще их развивать и проявлять, потому что они отнюдь не будут способствовать вашему продвижению успешному. Но, конечно, Император имеет и огромное количество позитивных черт, и сегодня вы также ими всеми обладаете. Он инициативный, он конкретный, он надежный, он умеет принимать решения, он движется вперед. И вообще этот Аркан очень позитивный в том плане, что любые ваши начинания, любые ваши дела должны отыграться очень-очень успешно. Ну и, конечно, какой-то мужчина может отыграться в вашем дне, в энергетике вашего дня с характеристиками Императора. Я их уже вам приблизительно вкратце рассказала. Чаще всего это мужчина может быть старше вас, либо это вообще ваш муж, супруг, либо какой-то родственник, может отец, может свекор, может начальник, да кто угодно, коллега, вообще чужой человек. Какой-то мужчина может отыграться в энергетике вашего дня. Как усилить положительные энергии вашего дня. Я бы сказала так, Аркан повешенный, никуда не спешите, не принимайте каких-то решений поспешных. Вот в принципе сегодня никуда не спешите. Просто дайте плавно течь энергии дня всем вашим каким-то событиям в течение дня. Не форсируйте события. Вот такой главный совет. И чего нужно избегать? Ну, во-первых, избегайте лишней, знаете как, не суди, да не судим будешь. Вот такая пошла информация. Не осуждайте никого. Понимайте, что все люди имеют право на свое мнение, что все люди имеют право вообще на свою личную жизнь, на свои личные границы и так далее. Если вам захочется с кем-то вступить в спор, кого-то поучить, кого-то осудить, просто этого не делайте. Это незачем, абсолютно. Так, теперь давайте второй вариант. Аркан-звезда. И чем лучше усилить вашу энергетику, чего лучше избегать. Тоже интересный такой расклад получился. Аркан-звезда говорит о том, что сегодня очень неторопливая энергетика дня входит в вашу жизнь. Вообще аркан-звезда, он затягивает любые ситуации. Затягивает и оттягивает на какое-то время процесс разрешения чего-то. Поэтому, если у вас что-то вы наметили и у вас не получается, не отчаивайтесь, не переживайте. Это обязательно случится, но немножко позже. Потому что аркан-звезда – это очень положительный аркан. Но он показывает на некое затягивание многих ситуаций. Это первое. Во-вторых, сегодня, если вы женщина, вам этот аркан говорит, вам очень-очень полезно заняться собой, своим здоровьем, очищением организма, своей внешностью. Можешь сходить сделать новую прическу, макияж, татуаж, массаж и так далее. Какие-то такие женские процедуры, а также заняться женским здоровьем. Это аркан, который благоволит любым таким вещам, связанным с красотой, с женственностью. А кроме этого, как усилить? Посмотрите, вам показывают тройка кубков. Отдохните, расслабьтесь. Дайте себе какой-то праздник в жизни. Может быть, с подружками куда-то пойдите погулять. Может быть, просто в приятной компании пообщайтесь и так далее. Вот нечто такое идёт от этих арканов, такая энергетика. И, наконец, чего лучше избегать? Чрезмерной наивности, во-первых. Не будьте наивными в каких-то вопросах. И эмоциональности. Ну вот, я бы сказала, даже наивной эмоциональности нужно избегать. Будьте более зрелым в своих решениях, в своих взглядах на жизнь. И если уж слишком много эмоций, потому что у вас тут кубки, кубки, кубки везде. Это, конечно, прекрасно, но порой, когда они прям чрезмерно, через край эти эмоции бьют, да, и порой закрывают вам даже глаза на реально какие-то вещи, это не всегда позитивно. Поэтому вот этого избегайте. Следующий вариант у нас, вариант три. Десятка мечей. Значит, смотрите. Десятка мечей – очень интересный такой аркан, который говорит, что нечто в вашей жизни подошло к такому моменту, когда, ну, пора заканчивать что-то, да. Какую-то ситуацию, что угодно может прекратиться в вашей жизни, закончиться. Тут вот, понимаете, ну, миллион может быть случаев, которые отыграются. Любая ситуация из любой сферы в вашей жизни может закончиться, либо прекратить свое существование, что одно и то же, да. Но это не резкое, это не внезапное нечто, а уже вы понимаете, что этому пора уйти в прошлое, этому пора уже отмереть, отвалиться, отсохнуть, там куда-то деться. В общем, если вам будет казаться, что закончилось нечто, и это вас разочарует, расстроит, ни в коем случае не нужно так думать, относиться к этому, потому что Десятка мечей всегда говорит о том, что это во благо, это должно было закончиться, это должно прекратиться для того, чтобы открыть дорогу новому чему-то и прекрасному. Это первое. Второе, вот очень-очень часто бывает так, что этот аркан означает, что ничего особенного не произойдет в течение дня. Ну вот правда, уж сколько раз это бывало, по моему опыту. Когда выпадает Десятка мечей, то вам просто говорят, ну ничего особенного, никаких особых вообще энергетик, никаких особых событий в вашем дне сегодня не произойдет. И что нужно сделать для того, чтобы усилить энергетику вашего дня положительную, чтобы впустить некие положительные энергии в ваш день? Здесь, знаете, такая энергия, что, во-первых, займитесь домом, может быть, какими-то домашними делами, домашними заботами, заботами своих домашних людей, да, своих родных и близких. А также будьте стабильны, не нужно бросаться из стороны в сторону. Это аркан стабильности, вот как четыре ножки, вернее, у стола, либо у стула. Четверка жезлов – это стабильность. Будьте стабильны, не волнуйтесь, никаких резких движений. Просто вот спокойно проведите этот день. Лучше всего в домашних заботах. Чего нужно избегать? Чрезмерной авторитарности, чрезмерно проявление какой-то силы своей. Может быть, даже тут и деспотичность какая-то может быть по аркану сила. То есть, если вы женщина, будьте слабой женщиной. Сегодня это как раз то, что для вас нужно. Если вы мужчина, то тоже слишком уж не проявляйте свою силу, свою мощь, свой какой-то напор. Это не тот день, в который нужно проявлять такие качества. Итак, четвертый вариант. Синее сердечко у нас аркан. Луна. Красивый такой аркан здесь. Ну вот, смотрите. По аркану луна я вижу, что есть у вас некие эмоциональные проблемы, либо есть какие-то полудепрессивные состояния. А может быть, вы копаете в себе, ищете, в чём вы виноваты в какой-то ситуации. А может быть, этот аркан может означать, что просто у вас не совсем такое устойчивое сейчас эмоциональное состояние. И вы как бы в тумане в каком-то. Вы не понимаете, куда двигаться дальше. Некая неопределённость в вашей жизни. Но чаще всего это какие-то эмоциональные проблемы у вас существуют сейчас. Поэтому для того, чтобы как-то всё это дело, так сказать, устаканить, да, у вас выпадает туз кубков. Как, кстати, по этому аркану может также проигрываться, что вы просто вчера, и по тузу кубков в том числе, тут мне так вдруг пришла такая мысль, и это действительно может быть, что вы вчера могли выпить, и сегодня не очень хорошо себя чувствуете. Поэтому, знаете, возьмите бокальчик, полбокала вина и выпейте. Ну, я, конечно, смеюсь, утрирую, но тем не менее, такое тоже здесь может быть. А для того, чтобы немножко уравновесить энергетику этого дня, вам нужно добавить больше эмоций, больше любить себя, больше открыться миру, больше поверить в то, что всё будет хорошо. Если что-то вас смущает, если где-то вы стопоритесь, если где-то вы понимаете, что что-то дело не идёт, либо вам на душе как-то не очень хорошо, то откройтесь миру, проявите больше эмоций, больше чувств к окружающему миру, и вы получите в ответ гораздо больше. Чего нужно избегать? Не думайте, что есть безвыходные ситуации в жизни. Даже если вы в какой-то ситуации оказались, из которой вы не видите пока правильного выхода, да, порка на луна, то знайте, что выход есть всегда из любой ситуации. Вот этот аркан, кстати, туз кубков, он всё перебивает здесь у вас, дарит прям такую позитивную, хорошую энергетику. Верьте в себя, и верьте в то, что высшие силы всегда помогут. Из любой ситуации есть выход, и любую ситуацию можно решить самым позитивным образом. Вот такой четвёртый вариант у нас получился. Спасибо большое за то, что были со мной. Надеюсь, моё видео было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всех целую и люблю. Всем желаю отличного дня, прекрасного настроения, и только самых положительных энергий. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok